Бизнес.ФМ представляет Бизнес.Говорит.Персонально Здравствуйте, у нас в гостях Филипп Генц, президент, совладелец, ну, практически, можно сказать, основной владелец, потому что это компания, семейная группа компаний Ланит. Несколько цифр назову, это IT-компания, одна из крупнейших в России, и в ней в группе компаний работает 14 тысяч человек, ну, и оборот компании, что-то там, в районе 200 миллиардов рублей в год. При этом, если выйти сейчас на улицу, то мало кто, если ему сказать, группа компаний Ланит, мало что скажет, хотя компании 31 год, она с 89-го года. Филипп, как вам? Ну, я подчеркну, вы уже наследник, вы второе поколение владельцев, основателей, создателей, ваш отец, Георгий Генц. Как так получилось, что компания с такой историей, с таким масштабом, остается, в общем-то, для широкой публики совершенно неизвестной? Это какой-то сознательный выбор? Илья, добрый день. Но, на самом деле, мы все-таки не совсем неизвестны, потому что у нас есть в группе компаний, например, ритейловые подразделения, куда, в частности, входят магазины Рестор, Найки, Лего и так далее. Просто мало кто знает, что это тоже часть нашего бизнеса. На самом деле, мы все-таки, скорее, B2B-компания, мы не часто работаем с конечным потребителем, поэтому у нас чуть меньше видно и слышно. Просто мы работаем обычно с крупными бизнесами и средними бизнесами, поэтому меньше на слуху. Ну, да, я, пожалуй, соглашусь, что название Cisco и Oracle тоже не столь знакомы широкому кругу лиц, и, тем не менее, в какой-то, хотя бы, бизнес-просвещенной среде эти имена знают все. А вы, как бы, российский, в общем-то, аналог вот этого. Чтобы стало понятно всем, с кем мы имеем дело, что бы вы назвали, там, давайте, три продукта, которые можно было бы назвать визитной карточкой группы компаний «Ланит», как IT-компании? Ну, во-первых, мы участвовали в разработке системы ЕМИАС. Это медицинская система города Москвы. Все, я думаю, что пользуются. Те, кто живут в Москве, в частности, я, очень хорошая система. Мы очень гордимся тем, что участвуют в его разработке. Система заметная, но, опять же, более заметная в разрезе Москвы, чем в разрезе группы компании «Ланит». Например, мы разрабатывали систему ГИС ЖКХ. Это система информационная жилищно-коммунального комплекса. Очень хорошая система, мне кажется, очень полезная. И довольно много людей уже там платят свои расходы на ЖКХ. Там довольно много информации, она полезна и интересна. Мы очень много работаем с банками. Мы делаем очень много, например, для банков разных систем, позволяющих людям быстро брать кредиты, бизнесам быстро брать кредиты. Даже затрудняюсь назвать что-то конкретное. Но, например, для Сбербанка мы сделали очень интересный проект. Теперь бизнес может получать 2-миллиардные кредиты за 7 минут. То есть процесс опробовала кредита на 2 миллиарда, полностью автоматизированный, занимает 7 минут. Это, мне кажется, очень полезное, хорошее решение, которое бизнесу жить помогает. Я бы, честно говоря, добавил из того, что я знаю, все-таки всю систему госзаказа, которая на программном обеспечении Ланита действует, и, собственно, Центральный банк. Мы довольно много работали, да, и работаем с Центральным банком, разрабатываем очень много систем, в том числе информационной безопасности. И, конечно, мы участвуем в разработке систем казначейских, которые позволяют оптимизировать госзаказы. Хорошо, тогда мы немножечко поговорим о вас, потому что для российского бизнеса вы персона, ну, на данном историческом этапе довольно редкая. Вам сейчас 32 года. Я чуть-чуть старше. Я, да, я чуть-чуть перепутал, да, в 39 лет вы возглавили компанию, созданную вашим отцом от начала до конца, вот, после того, как он трагически и скоропостижно ушел из жизни. Мы наблюдаем, кстати, сейчас такие ситуации. Сейчас наш бизнес как раз в том возрасте, когда это происходит. В этом возрасте. И мы видим, что происходит иногда с катастрофическими последствиями для тех самых бизнесов, компаний, брендов очень сильных, которые были созданы основателями. Вот в вашем случае все произошло совершенно иначе, уже 3 года прошло, компания продолжает так же функционировать, даже растет, несмотря ни на все. С какого момента вы знали и поняли, что вам в какой-то момент надо будет стать наследником во всех смыслах? Не только в юридическом, но и наследником по, как бы, по делу. Ну, я это понял довольно рано. Мой отец был очень умным человеком. И он, условно, сначала это он решил, что я должен стать наследником во всех смыслах. И, будучи ученым человеком, он мне никогда не говорил, что ты должен быть наследником иначе. Он очень аккуратно меня все время подводил к этой мысли. Так что мне казалось, что эта мысль моя. Ну, и, собственно, вокруг этого выстраивалось дальше мой образование и так далее. То есть, все время как-то понималось, в первую очередь, Тим, ну, и транслируясь мне на подкорке, что я должен стать наследником. Поэтому, условно, такая школа, такой университет, такой рабочий опыт и так далее. Понял довольно рано. Готовился долго. То есть, в Ланита вернулся. А после университета, например, больше 10 лет работал совершенно разных... Да, там очень интересно. На Волгоградском тракторном заводе, в том числе. Мне очень нравится. После обучения в Англии. Мне очень нравилось работать на Волгоградском тракторном заводе. Это был, пожалуй, один из лучших опытов в моей жизни. Хотя, конечно, после изучения юриспуденции в Англии, приезд на тракторный завод был для меня некоторым шоком. Но было ужасно интересно. Я прочитал одно из немногих интервью, которое ваш отец дал. Да, вот он действительно, работая в этом секторе, в B2B, совсем не стремился к публичности. Действительно, интервью редкие, но это так произошло, что он дал очень небольшое интервью Форобсу буквально за неделю, что ли, до того, как с ним произошло то, что произошло. И как раз он об этом говорил. Он говорил, что он как раз очень счастлив и гордится тем, что у него есть наследник, которому он уже готов передавать бразды правления. Его спрашивали, а вы это запрограммировали? Говорит, ну как это можно запрограммировать? Что-то произошло? Нет? Немножко луканил, все-таки немножко запрограммировал, мне кажется. А тогда попадание ваше на Волгоградский тракторный завод, сфера прям далекая от деятельности группы компаний «Ланит», это было в виде, так сказать, трудового лагеря, что ли, после? Это была система... Вы сами нашли себе работу или вам ее нашли? В Волгоградском тракторном заводе? Это честно была случайность. Мой отец, в частности, дружил с Кахо Бендукидзе. И в какой-то момент он обедал у себя с Кахо Бендукидзе. Они общались, я пришел и сказал, папа, мне хочется где-нибудь поработать в каком-нибудь интересном месте. А Кахо, у которого было много промышленных предприятий, он, в частности, там, у него были хорошие команды управленцев, которые помогали ему эти предприятия развивать, перестраивать и так далее. Он сказал, вот, у меня работает хорошая команда управленцев, они работают по моим задачам, а еще они работают на ВГТЗ. Не хочется ли ты с ним поговорить? Я с ним поговорил и через неделю уехал в Волгоград. Значит, все-таки по блату строили. Волгоградский трактор. Чуть-чуть по блату, но в целом я честно работал, это были интересные задачи на самом деле. И это, правда, был, пожалуй, один из лучших моих опытов рабочих в жизни, потому что очень приятно работать. Это редкий случай, когда сразу виден результат деятельности. Условно, хорошо поработал, вот вечером трактора. Продал, заплатили им зарплату. Ну, вы в продажах работали. Я работал в продаже в основном. Не приворачивали колеса. Нет, я в основном работаю в продаже, но умею водить трактор. Там научился. Хорошо, но, значит, это все-таки так было тоже запрограммировано, что вы поработаете вне компании семейной. А это очень важно, потому что человек с той же фамилией, что основатель компании, когда он приходит в компанию, он другими людьми воспринимается как продолжение. Соответственно, в моем случае, моего отца. Но человек, я когда пришел в Ланит на практику, мне было 20 лет. На меня смотрят, как на человек с фамилией Генса, как на продолжателя. А мне 20 лет, но я не такой, я еще не вырос словно. И поэтому, во-первых, очень важно все-таки видеть разные миры, разные бизнесы. Поэтому очень хорошо работать вне компании. Во-вторых, когда приходишь в компанию, понимая, что тебе потом надо возглавлять, или хотя бы думая об этом, ты не можешь приходить, быть неопытным и без понимания того, что происходит. То есть, все-таки надо уже научиться работать сначала где-то, набраться опыта, а потом приходить в компанию. Ну, хорошо. Вот на Волгоградский тракторный завод вас устроили, я уж так скажу. Я сам устроился. Меня честно собеседовали. Ну, вы все-таки честно собеседовали. Для начала вы познакомились с владельцем. Нет, как и не владел. Нет, как и не владел. Нет, это как раз, это были по команде хозяйственной и воды. Когда-нибудь под раздачу у начальства вы там попадали по-настоящему? Ну, потому что трудно себе представить, чтобы в компании отца его сын попал под раздачу непосредственно начальника. Неоднократно. Там попадали, да? Конечно, попадал неоднократно. Хорошо знаком. Я пока набирался опыта, как раз много чего наелся. Ну, а какой-нибудь такой вот пример, такой раздачи вы помните до сих пор, который был справедливый или несправедливый? Ну, у меня был, на самом деле, очень хороший руководитель. И он был довольно справедливый. Но в целом, нет, я конкретно пример, что он не вспомнил, но я, конечно, там, не допродал, получил, не договорился, получил. Это все происходило, конечно, да. Но трактора вы кому продавали? Трактора мы продавали, на самом деле, Волгоградский тракторный завод делает трактор ДТ-75. Это самый популярный распространенный трактор в мире, который в советские времена производился в неограниченных количествах. И продавали мы его, конечно, ну, во-первых, по всему СНГ, во-вторых, довольно много на Ближний Восток. Кстати, вот забавный факт, например, что сельское хозяйство базируется, так или иначе, на сельскохозяйственных машинах своих. Вот, например, на Кубе растят сахарный тростник и виноград, и ширина клеи при росте винограда сахарного тростника – это ширина клеи ДТ-75. Потому что в советские времена поставили очень много тракторов, и очень сложно сменить. То есть, купив новый трактор, он там не проедет и уничтожит посевы, условно. Вот, например, там на Кубе все полистракторы ДТ-75 и весь сельскохозяйственный комплекс заточен под трактор ДТ-75. Забавный факт. Ну, и это очень много в странах СНГ, но я, собственно, отвечал за страны СНГ в первую очередь. Какие впечатления от стран СНГ в это время были? Это было очень экзотично, интересно. Мне, честно говоря, ужасно нравилось. Мне очень нравился Узбекистан. Опять же, с продажем абсолютно другой процесс продажи. Он по-другому выстроен все-таки, восточный менталитет и так далее. Но, в целом, у меня остались очень хорошие впечатления. Мне очень приятно было все-таки поработать на заводе. Вот, а с гордостью говорю, что я работал на заводе теперь в жизни. Да, но это все было несколько лет. Потом еще в финансовой препарации «Уралсип» поработали. Потом вернулись в «Ланит». Вот возвращение в «Ланит» было инициировано отцом. Это уже была программа? Оно нет. Оно как-то, оно на самом деле само стало очевидным. То есть, ну, там поработал раз, два, три, набрался опыт, и дальше уже и мне захотелось вернуться. И уже стало понятно, что можно, и стало понятно уже, что есть чего делать, и есть где быть полезным, объективно полезным. Так что оно как-то, оно само по себе произошло. Это такая эволюция была. Завершая эту тему, хотя вам всего 42 года, но вы фактически являетесь, ну, практически единоричным владельцем очень крупного бизнеса, успешного. Ну, вы написали завещание? Обязательно. Более того, я считаю, что каждый человек, который за что-то серьезно отвечает, обязан написать завещание. Не только потому, что там, условно, заботится о своих, безусловно, в первую очередь заботится о своих детях, о семье, обо всех. Но он все-таки отвечает, в частности, перед бизнесом, перед сотрудниками, перед людьми и перед партнерами. Поэтому он обязан написать завещание. Пожалуйста, все пишите завещания. И никому не рассказывает, что в нем написано. И никому не рассказывает, что в нем задом написано. Поэтому я, естественно, вас об этом не спрашиваю. Ну, теперь, так сказать, темы тоже человеческие, но чуть более широкие. Значит, цифровизация, поскольку захватывает всю нашу жизнь. Что с кадрами? Кадры – это боль. Эти отрасли. Боль того, это боль мировая, не только российская. Фантастическая нехватка кадров во всем мире айтишных. На самом деле, за время пандемии произошел качественный скачок в потреблении айти в мире. Ну, то есть, просто то, к чему готовились. Мы видим, поэтому чипов и не хватает. Не только от того, что там логистика нарушилась, а потому, что чипов стало нужно гораздо больше. Да, потому что все готовились к 2025 году, условно, к качественному скачку. А он произошел в 2020-2021. И сейчас все судорожно пытаются нагнать. Но при этом, если, условно, производство чипов, например, в рамках года-двух можно нарастить, то выпуск айти-специалистов за год-два не нарастишь. Это длинный, сложный процесс. Людей надо долго учить, качественно, по новым методикам и так далее. Нехватка кадров просто фантастическая. И это сильно тормозит все процессы. То есть, если бы сейчас нам, условно, утроили количество айти-специалистов на рынке, у нас бы все процессы, я понимаю, что у вас есть двойка ощущений насчет скорости движения процессов. Но все процессы задвигались бы гораздо быстрее. Это прям больно, мы учим людей, все учат людей. Но это все равно длинный процесс обучения. Когда специалистов не хватает, за ними начинается охота, наверное, всеми доступными средствами. Вот расскажите, так сказать, не приводя именные конкретных, а может быть с конкретными цифрами, сколько стоит сейчас айтишник, который может решать вот те задачи, которые ваша группа компаний. Ну, разные айтишники стоят по-разному, поэтому... Это понятно, есть как бы... Ну, нет, в целом очень растут зарплаты. Ну, во-первых, опять же, пандемия сделала еще одну забавную вещь. Очень много айти-специалистов было в регионах. Айти-специалисты в регионах Москвы получали разные деньги. Ну, так исторически сложилось. Понятно, что эта разница сокращалась постепенно. Вот за время пандемии, и когда все научились удаленно работать, эта разница сократилась рывком. То есть, региональные ресурсы стали стоить столько же, сколько московские, по сути. Более того, та же самая удаленная работа показала тем самым, в частности, айти-специалистам, что можно работать в мире, в компаниях с тем же успехом, находясь у себя, условно, там, в каком-нибудь в российском регионе. Можно работать на Google, Facebook, на кого угодно. Это еще подняло ставки. И, конечно, айти-специалисты очень дорожают. Тогда действительно идет охота за лучшими кадрами с переменным успехом. Ну, да, какие-нибудь цифры назовите. Руководитель группы из двух-трех человек. Кто это такой? Судя по кино, это распространенное в IT-мире, так сказать, боевое соединение. Группа из 3-5 человек. Это, на самом деле, заметные тысячи долларов. Иногда может доходить до 10 тысяч долларов, например. Ну, это там уже довольно много все-таки человек тогда под руководством. 10 тысяч долларов в месяц. Может вполне быть 10 тысяч долларов вместе в месяц. А считается в нашем IT-мире зарплата в долларах, когда люди претендуют или все-таки в рублях? Нет, зарплата считается в рублях, просто цифра красивая. 10 тысяч долларов звучит красивой цифрой. Но нет, зарплаты, на самом деле, очень выросли, продолжают расти. Они, в моем понимании, сейчас не до конца адекватные. Ну, то есть так вот, 680, 720 тысяч рублей. 720 тысяч рублей, например. В группе компании «Ланит» мы сейчас там посчитали почти 14 тысяч человек. Но там есть еще ритейл, там, конечно, люди меньше получают. А есть вот такое ядро, где идет разработка и так далее. Сколько же человек примерно, ну, на вскидку, в каких порядках? Это сотни человек с такой зарплатой у вас работают или больше тысячи? Вы знаете, затрудняюсь сказать, но думаю, что все-таки сотни. Сотни. Хорошо. А вот те тысячи, которые не в ритейле, с ритейлом нам, простым людям, понятнее там, как с зарплатами, а вот все-таки именно в IT-разработке для рядового, для человека, я не знаю вообще, сколько стоит просто выпускник без опыта, наверняка мало, но человек, который уже... Не так мало уже, кстати. Уже тоже не так мало. Хороший, условно, хорошо подготовленный выпускник все-таки стоит уже, ну, условно, от 70 до 100 тысяч рублей стоит. Для начала. Для начала, да. А после обкатки двух-трех лет опыта и участия в конкретных... Он может дорастать до 200-300 и постепенно развиваясь, доходить уже до совсем больших цифр. Я знаю, что ваш отец был почти сразу после того, как компания стала расти, собственно, начиналась она с интеграции, и сразу Ланит начал работать с крупнейшими производителями, там, от Майкрософта до... Первая была компания Novell, ее уже даже не на рынке, но первая была компания Novell. Да, это причем был тогда в то время очень продвинутый банковский софт. Ну, то есть, вначале вы были интеграторами, покупали и так далее. И почти сразу ваш отец основал в рамках компании Академию. Да, сетевую Академию. Потому что сразу нужно было готовить людей, которые, а, умеют это собрать, б, умеют это потом обслуживать. И я прочитал фантастическую цифру, не знаю, там, правдивая она или нет, что через Академию прошло за эти годы миллион человек. Это правда. У нас Академия занимается корпоративным обучением, мы как раз учим людей, условно, мы учим людей использовать то, что мы сами внедряем, то, что вендоры крупные внедряют, мы учим людей этим пользоваться. На самом деле, у нас есть даже более еще одна забавная история. У нас есть подразделение, которое занимается PLM, это Product Lifecycle Management, это безбумажное производство, это индустрия и так далее. И мы, например, совместно с НГТУ Минибаумана, у нас там своя кафедра, и мы готовим людей на наших же проектах, мы берем хороших студентов, на наших проектах они с нами работают по внедрению PLM, и потом передаем их заказчику, чтобы заказчик мог лучше пользоваться системой. Мне кажется, что все-таки там, ну, условно, мало человеку что-нибудь внедрить и что-нибудь сделать, надо его научить этим пользоваться и показать ему, как эти пользоваться оптимальны. Вот эта задача, собственно, и Сетевой Академии, ну и вот мы с разными вузами в разных отраслях взаимодействуем как раз по такой же схеме. Если пробраться сквозь Яндекса и немножко что-то о вас почитать, то спустя какое-то там время и прочитанных страниц начнешь натыкаться на определение «Ланит – король госзаказа». Крупнейшие, так сказать, проекты государственные, государственного вот этого цифрового обеспечения и крупнейших организаций «Почта России» еще и так далее, и так далее, и так далее. Вы действительно короли госзаказа? И какую долю именно госзаказ занимает в вашем бизнесе? Мы, конечно, не короли госзаказа. У нас даже, на самом деле, не растет составляющая нашей работы с государством уже довольно много лет. Это я такое определение даже не слышал еще, что мы короли госзаказа. На самом деле, у нас государство объективно является очень крупным заказчиком в нашей стране и сейчас является драйвером цифровой трансформации, цифрового развития. Это объективно так. И у государства есть интересные задачи, это хорошо. Они помогают и сами развиваются, помогают развиваться в отрасли. Но в целом у нас не такая высокая составляющая, госзаказа в нашем бизнесе. Я думаю, что до 10% на самом деле. Ланит работает по государственным заказам, по крупным государственным заказам, начиная с 90-х годов, потому что первый ваш крупный заказчик был именно Центральный банк Российской Федерации еще в те годы. Но в последнее время все более популярен, и он, к сожалению, часто себя доказывает, тезис о том, что работать с государством опасно. В том числе и для IT-специалистов, и для IT-компаний. Сначала государство делает заказы, а потом кто-то, выясняется, разгласил какую-то тайну, или же государство осталось как-то недовольным, или заказчик остался довольным, но недовольна прокуратура, или кто-либо еще есть люди, которые сидят, которые только что занимались IT-разработками, а потом, значит, они годами находятся под следствием. Случаев таких немало. У вас 30-летний опыт у вашей компании, у вас лично чуть меньше, у вашего отца и у вас. Вам хотелось бы иметь, может быть, больше частных клиентов и поменьше государства. И вообще за эти 30 лет, как менялись отношения с госзаказчиками? Вы знаете, ну, во-первых, надо отметить, что с государством работать можно, но государство, надо очень хорошо понять, государство это не бизнес. Государство живет и работает по своим правилам. И если работать с государством, надо очень хорошо понимать эти правила и очень хорошо понимать, как устроен бизнес-процесс. Он другой совершенно. Это надо очень четко понимать, это важно. В целом, ну, у нас в нашей стране экономика такая, что у нас правда много государства. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Ну, в качестве заказчика софта, наверное, государство просто во много раз превышает сейчас любой частный сектор, потому что оно импортозамещается усиленно. Это правда. Сейчас идут еще дополнительные процессы по цифровизации, по импортозамещению. Мы, кстати, лидируем, мне кажется. Ну, по отдельным категориям мы точно в мире лидируем. Ну, и вот в целом, мне кажется, очень много сейчас хорошего делается и много довольно правильных вещей. Это хорошо. То есть это значит, что и развивается наша отрасль, развиваются компетенции, развиваются люди и так далее. Ну, и хорошо, что просто людям в нашей стране становится лучше жить, потому что любая цифровизация так или иначе направлена на то, чтобы людям становилось удобнее и лучше жить в стране. Ну, вы лично, как компания, и вы лично натыкались на острые углы в отношениях с государством. Ну, они всегда есть, но это всегда так. Это и в бизнесе так, это и в работе. Условно, работа с государством, она все-таки другая, но она, условно, в бизнесе тоже бывают конфликты. Не то сделали, не так сделали, не дозавершили. Было разное понимание на старте, что должно получиться. Это есть и в бизнесе, и в работе с государством. Это всегда так. Ну, когда бизнес, так сказать, ссорится с бизнесом, то они находятся как бы в равном положении. А когда бизнес ссорится с государством, по крайней мере, в нашей стране так кажется, что это совсем не так. Или же мы преувеличиваем некоторые отдельные случаи, с учетом того, какой объем государственного заказа в действительности исполняется российской IT-индустрией в целом. Мне кажется, что мы немножко преувеличиваем. Действительно, государственная работа сложнее, но действительно, объем взаимодействия огромен. То есть, ну, мы даже, там, условно, наш, весь наш бизнес-сосударство, мы даже не капли в море. И, на самом деле, мне кажется, немножко преувеличиваем. Но да, действительно, надо работать немножко по-другому, очень аккуратно. Вы упоминали уже некоторые такие сервисы, которые с участием или непосредственно ЛАНИТом были сделаны. Например, там, ЕМИАС, то, с чем широкий круг людей имеет контакт. Также, как я знаю, ЛАНИТ делал систему бесконтактной оплаты в московском метро. Да. А вот эта история с Face ID, вы имеете к ней отношение? Мы, честно говоря, мы, скорее, с железной стороны подходили к этой истории. Мы отвечали за инфраструктурную составляющую, а не за софтовую. За софтовую составляющую отвечали другие компании. Про Face ID мы, по-моему, особо не участвовали. Про железную составляющую, ну, и вопрос, может быть, чуть шире. Но одна из мыслей, которую я тоже прочитал, высказанная, кстати, на конференции такой сугубо профессиональной, которую вы проводите, «Умная страна», кто-то из участников сказал, что сейчас главный будет спрос именно на железо. Потому что софт в нашей стране свой собственный развит, его много, но весь этот софт пока абсолютно на 100% устанавливается на импортное железо. А государство, конечно, потребует и захочет вскоре иметь и отечественного производителя железа. Я знаю, что, собственно, вы этим тоже занялись. Да, конечно. Это такая важная, ну, тогда давайте расскажем, потому что это тоже для меня интересная новость, что вы в партнерстве с Яндексом, в партнерстве с ВТБ и еще с одной компанией… Компанией «Гигабайт». «Гигабайт» заложен, началось сооружение в Рязанской области, первого в России завода, который будет производить серверы. Да, так точно. Давайте я могу немножко, может быть, я могу немножко рассказать… Это интересно само по себе. Я могу рассказать немножко о предпосылках, почему это так, и потом немножко рассказать, что мы делаем. Вот, смотрите, мне кажется, что в мире, ну, это есть такая принятая теория, что в мире есть цикл глобализации и деглобализации. И вот если, например, 10-15 лет назад мировой курс был очевиден на глобализацию, то сейчас точно так же очевидно он стал на деглобализацию. Сейчас мир разделяется все-таки на региональные объединения, и все хотят иметь свое. То есть все-таки, ну, опять же, тут поспособствовала пандемия, потому что и логистика, в принципе, мировая не очень выдержала, и производственные цепочки. Возникли риски, о которых мы уже думать забыли. Возникли дефициты, возникли проблемы с поставками и так далее. Это тоже подстегнул процесс. И сейчас все думают о том, что они хотят сделать что-то свое. Например, Китай объявил, что в течение трех лет перевозят все свое правительство и все свои крупные компании на собственную инфраструктуру, собственное производство. Америка инвестирует огромные деньги в разные корпорации, переводя обратно в Америку технологии, строя заводы и так далее. Это заметный мировой тренд. Мы в этом тренде, очевидно, тоже участвуем. Еще как. У нас это, соответственно, тренд называется импортозамещение. Это, скорее, хорошая идея, потому что это позволяет, опять же, растить компетенции на рынке, создавать свой продукт, который в идеале становится конкурентным в мире. И развивать, собственно, и внутренние страны, и снаружи свое присутствие. Это хорошо. Мы тоже решили в этой истории поучаствовать. Мы договорились как раз, как вы уже отметили, о партнерстве с Яндексом, Гигабайтом и ВТБ. Мы хотим пойти по процессу прямо сверху вниз. Самая главная, самая сложная часть процесса, это не физический завод по производству серверов, это дизайн-хаус. То есть то самое конструкторское бюро, которое способно создавать новые IP, новые вещи. Они способны дизайнить те самые сервера, любые, по сути, девайсы. И вот это основная сложность. Совсем умные люди, которые способны создавать новое. Я правильно догадываюсь, я не могу сказать, что я знаю или понимаю, что сервер это в сущности такая вершина вообще в производстве hardware. То есть мы понимаем, что все начинается с чипа. Но сервер это то, что поддерживает и решает вообще все основные задачи в современном цифровом мире. Это забавно. Сервер на самом деле, с одной стороны, сервер это базовая инфраструктура. Сервер это то, на чем все IT строится так или иначе. Вот без сервера, который физически хранит информацию, ничего другого не получится. При этом сервер, он сложный, но это не в разы сложнее персонального компьютера условно. То есть там просто другие требования и другие возможности. Более того, сервер может быть специализирован под конкретные задачи. Но в целом сервер не в разы сложнее компьютера. Но вы именно с производства серверов планируете начать? Мы планируем начать. Наверное, государство в первую очередь захочет иметь свои российские серверы, производство которых находится на нашей территории. Да, конечно. Но все-таки сервер правда сложнее, и тогда хорошо идти от сложных задачах простой. То есть научиться делать более сложные вещи, и тогда уже очевидно умеешь делать более простые. Дизайн хаос. Вот вы говорили сейчас о локализации, импортозамещении. Мы, в общем-то, там до последних лет у всех у нас сидело убеждение, что как бы что-то мы умеем делать, что-то мы делать не умеем, и лучше это покупать. Ну, точно так думали все. Это звучало даже на каких угодно там высоких площадках. Это была идеология. Она очень укоренилась. И вот все мы немножко сомневаемся, действительно ли мы можем начать делать свои серверы. Но вот мы почему-то до сих пор не начали делать даже свои мобильные телефоны, которые технологически, как бы они ни были продвинуты, наверное, все-таки проще, чем целые такие сложные конструкции, как серверы. Мы можем? Ну, тут надо понимать, что все, условно, что такое производство? Если идти снизу вверх... Нет, конечно, это не физическая там только линия, хотя и это тоже. Но это, в первую очередь, дизайн, кадры, которые могут построить это производство, логистика. В общем, все это, вот дефицит чипов мы видим и узнаем, что, оказывается, производство этих чипов, это очень сложная вещь, комплексная. От дизайна до вот как устроено... Это самая сложная вещь. Вот это действительно, чипы, вот это самое сложное, что есть. Это объективно так, да. На самом деле, можем разобрать процесс просто вот по этапам. Условно, у нас точно хватает людей, конструкторов, которые способны дизайнить сложные вещи. То есть, придумать дизайн нового сервера точно можем. Построить линию сборочную, которая будет собирать тот самый сервер, тоже точно можем. Но проблема дальше начинается в компонентной базе, потому что... Ну, все-таки мир был настроен на глобализацию. Понятно, что это означает, что возникают какие-то кластеры, центры производства каких-то конкретных вещей. Компонентные вещи производились в Юго-Восточной Азии уже много-много лет. На самом деле, я не смотрел, но я не уверен, что Америка умеет производить заметное количество компонентов для тех же самых серверов. Вот компонентной базы у нас в стране сейчас скорее нет, чем есть. Но, кстати, если научиться делать, условно, дизайнить и собирать, и хватит рынка, и продукт получится хороший, и сможет идти на западные рынки, так можно даже это выставить. Просто вот это уже совсем длинный процесс, который будет занимать десятилетия. А вот задача этого завода и вообще проекта, который сейчас только начался, у него примерно какие ориентиры, для кого, в каком количестве, в какие сроки? Это тоже интересно, потому что прям совсем новое что-то в нашей жизни. Ну, мы, честно говоря, собираемся первые сервера показать уже в первой половине следующего года. То есть, все-таки двигаться надо быстро. Они будут, в первую очередь, коммерческие, то есть для рынка. Ну, и надеюсь, что будут очень хорошие. Ну, я почти уверен, учитывая наших партнеров, что они, правда, будут очень хорошие. Так всегда получалось, причем по объективным причинам, что когда мы начинаем делать свой чип, свой процессор, то они оказываются значительно дороже того, что можно купить у лидеров рынка, ну, в основном, значит, у американских или азиатских компаний. Причем по объективной причине, просто потому, что там количество позволяет стоимость каждого конкретного изделия заметно понизить. Поделив общие затраты на разработку на огромное количество экземпляров, что в условиях нашего рынка вот никак невозможно. Здесь будет так же или вдруг может что-то измениться? Ну, тут, видите, тут мы опять вот, мы опять ушли в процессоры, в чипы. Вот еще раз, чип это самое сложное, что есть. Чип разработать, новый процессор разработать бесконечно сложно. На самом деле, там, здесь 15 лет назад, в принципе, никому в голову не приходило, что кто-нибудь, кроме, например, Intel, AMD, может быть, NVIDIA, может разработать свой процессор. Тут как раз вот, ну, поскольку увеличиваются очень вычислительные мощности в мире, увеличиваются возможности и средства разработки, сейчас это стало уже все-таки чуть дешевле и чуть проще. Но все равно разработать свой процессор, это очень длинный, дорогой и тяжелый процессор. Там нужна очень большая база, нужны свои наработки и так далее. Мы все-таки так глубоко пока не уходим. Мы можем думать о процессоре в перспективе, но так глубоко мы пока что не уходим. Все-таки дизайн сервера, дизайн платы, это все-таки чуть попроще. И тут мы точно конкурентны. И я думаю, что, более того, поскольку линии сборочные автоматизированы, так я думаю, что мы и цены будем получать очень похожие на то, что происходит, например, в Китае. Но самый первый вопрос, который я на эту тему должен был задать, это будет точно наш сервер? Или он будет собран из привозных деталей и просто склеен, так сказать, здесь красиво? Нет, ну, конечно, у нас, как мы уже обсудили, поскольку компонентной базы все-таки своей глубокой пока нет, она только начинает возникать, надеюсь, в будущем возникнет. Конечно, детали комплектующие будут не российские, это надо четко понимать. Но, опять же, главное в сервере, это, собственно, IP, это тот самый дизайн. Потому что, исходя из задач, он может быть такой, может быть другой, может быть какой угодно. Вот это самое сложное. Дизайн будет точно наш, собирать его будем точно мы, и он будет точно российский сервер. Хорошо, это мы проговорили про железо. А какие еще направления для IT-отрасли, вот в данный момент, вам кажутся наиболее востребованными для российской IT-отрасли, которая там на своем материке находится? Вы знаете, они не сильно отличаются от мировых. Очень много, ну, то есть, все время все говорят о больших данных, я извиняюсь, уже, мне кажется, формулировка «большие данные» немножко уже набила о скоме, но, тем не менее, это так. Все больше и больше возникает данных о людях, о странах, ну, просто разных больших данных. Их можно обрабатывать, их нужно обрабатывать. Можно очень много получать полезной новой информации, помогающей им найти решения, помогающей взаимодействии, что угодно. Соответственно, там, очевидно, первый тренд – это большие данные и искусственный интеллект. Ну, и второй, например, можно добавить туда же, поскольку данные останутся больше и больше, это информационная безопасность, чтобы защищать те самые большие данные, чтобы они не утекали на рынок, и чтобы все-таки сохранялась у людей часть нашей жизни, возможность ее оберегать. Ну, как раз, не так давно группа компаний «Ланит» приобрела две компании, которые связаны именно с безопасностью, и информзащита называется, и код безопасности. Вы приобрели, и комментируя эту сделку, вы как раз сказали, что развитие систем защиты, что сейчас пока защита проигрывает нападению. Поэтому развитие систем информобезопасности, вот то, что я из вас прочитал, я бы сказал, что вы скажете, безопасность – это сейчас самое востребованное, там, где будет самый большой спрос и точка приложения интеллектуальных усилий. Это, безусловно, так, на самом деле, просто, ну, если писать на всю историю человечества, история человечества – это про развитие средств нападения, средств защиты. Ну, там, придумали меч, придумали щит, придумали лук, придумали лата. Ну, это постоянно, и что-то всегда опережает. Обычно, первично, средства атаки, на него находится какой-то ответ, и дальше возникает еще средства атаки. Сейчас происходит все то же самое, только теперь это происходит уже в кибермире, а не в… ну, и в реальном мире тоже происходит, конечно, на первую очередь в кибермире. И вот в частности, что показала пандемия, что историческая информационная безопасность, она стала немножко рассыпаться. Например, если раньше можно было корпоративный контур свой защитить, сделать именно контур, то когда люди работают на удаленке, иногда работают со своих ноутбуков, взаимодействуют между собой в социальных медиа и так далее, защитить вот этот самый корпоративный контур стало почти невозможно. И поэтому сейчас средства атаки, по сути, опередили. Поэтому, мне кажется, действительно, одна из наиболее востребованных и не самовостребованная тема на ближайшее время, это, конечно, будет зона безопасности, защита данных, защита компаний и защита систем. — Вы не допускаете, что, быть может, мы так быстро переходим на различные онлайн-операции, которые раньше мы делали, так сказать, физически, и количество этих операций, которые мы делаем теперь онлайн, оно тоже растет в какой-то геометрической прогрессии, что, может быть, в какой-то момент, когда все обвалится, может ведь обвалиться все, ну вот там Facebook вылетал на какое-то время, двери не открывались. — Все переживали, да? — Все переживали. Может, и худшее произойти. Ну, уже там были случаи, там, в Америке нефтепроводы останавливались и так далее, и так далее. У вас, как у человека из отрасли, нет ощущения, что, может быть, мы внедряем слишком быстро и переводим жизненно важные процессы, в том числе на эти рельсы, слишком стремительные. — А тут нет, понимаете, это жизнь, это эволюция. Тут нет вопроса более или менее стремительно, это происходит, потому что… — Эволюция всегда в наших руках. — Ну, не совсем эволюция. — И если инженерам хочется, то есть там всякие Госдумы, Сенаты, Конгрессы, правительства, которые скажут, вот нет, стоп, пока вот давайте эту технологию, пусть она используется там в каком-то там зоопарке, вот, или на птичках, а вот повсеместно в жизнь там, ну, например, вот автопилотный транспорт, пока не получает официального разрешения. Может быть, это правильно. Может быть, и другие технологии стоит, как говорится, пообкатывать и создать систему защиты сначала для них. — Я как нормальный технократ скажу, что прогресс не остановишь. Во-первых, что все-таки то, что возникает, оно объективно возникает. Но нет, ну, конечно, есть какие-то вещи, условно, это вопрос всегда зрелости технологии. Есть технология достаточно зрелая, на самом деле так и происходит. Сначала, когда что-то новое придумывается, сначала делается MVP, потом этот MVP где-то пилотится, где-то обкатывается. И, на самом деле, до серьезных внедрений и до больших систем доходят очень не сразу новые технологии. Но это объективная реальность, они все-таки доходят, когда уже они взрослые. Не бывает такого, что вот мы там придумали что-то новое, жизнеменяющее, сейчас мы это везде внедрим. Такого никогда не происходит. — То есть вас ничего не пугает в этом, да? Потому что я знаю много людей, которые, когда вот что-то такое произойдет, полу в шутку, полу всерьез скажут, долой цифровизацию, потому что как-то мы очень быстро оказались в совершенно другом мире, в котором мы зачастую, может быть, вы в этом лучше понимаете, но мы себя ощущаем, так сказать, в общем-то беспомощными, потому что мы ничего, мы не понимаем, как это работает. — Тут несколько тезисов. Во-первых, поскольку это происходит везде в мире, то остановить в одной отдельно взятой стране процесс цифровизации невозможно. Это страна, ну то же самое, как с бизнесом. Если бизнес не развивается, он отстает. Соответственно, если какая-нибудь страна попробует остановить свою цифровизацию и вот эти процессы, она отстанет от остального мира. Это плохо с точки зрения страны, с точки зрения людей и так далее. Во-вторых, я пытаюсь немножко с другой стороны смотреть на эту историю. То, что происходит, оно уже происходит. Оно в любом случае происходит, оно в любом случае развивается, мир, правда, ускоряется, причем очень заметно. Например, ну вот забавный такой факт. Я некоторое время назад смотрел, в 90-х годах, ну в 80-90-х годах были такие суперкомпьютеры Креи. Это объективный был суперкомпьютер. Он тогда был самым мощным, что могло быть в мире, а не стоить миллион долларов и так далее. Но вот Крей середины 80-х годов по мощности равен 4-5-м айфону. Вот это произошло за 30 лет, произошел этот скачок. На самом деле, вы говорите о новых системах, а вот то, что 30 лет назад суперкомпьютер был мощностью, современный телефон, с которым мы ходим, это же тоже качественный скачок. И все ускоряется, мир ускоряется. Поэтому я стараюсь смотреть не с точки зрения остановить процесс, а с точки зрения он уже здесь и надо сделать его безопасным и удобным для людей. Более надежным, безопасным, удобным для людей. То есть у вас никогда не возникает желание сказать «долой цифровизации». Я технократ. По какому-нибудь конкретному поводу. Я технократ. Это противореченному принципу. Я не могу. Я за цифровизацией. Напоследок, еще одна абсолютно гуманитарная тема. Еще в начале десятых годов, где-то 10 лет назад, я знаю, что ваш отец и тогда глава компании был одним из инициаторов разработки кодекса этики в IT-сфере. И он был написан, там какие-то, в общем-то, обычные довольно вещи вроде бы написаны, да, там, с одной стороны, но есть и специфичные, есть две, на которые я обратил внимание. Ну, кроме того, что там не коррумпировать, не это самое, все понятно, это все касается. Не заниматься переманиванием персонала друг у друга и не заниматься черным пиаром. Скажите, вот эти две позиции, они соблюдаются в нашей IT-индустрии, на ваш взгляд, или не совсем? Потому что, если полистать по интернету, то, мне кажется, что по этим двум пунктам никакого мира и согласия нет. И черный пиар проскакивает, и ваш адрес там можно почитать на определенных ресурсах. Вы знаете… И зарплаты, которые вы сейчас назвали, о многом говорят. Вы знаете, IT, на самом деле, все-таки это человекозависимая очень отрасль, и она интеллигентная. Она, может быть, более интеллигентная, может, менее, но она все-таки более интеллигентная, чем большая часть других отраслей. — Ну, это, извините, не то, чтобы пойти стекла друг другу побить и колеса порезать. — Нет, безусловно. — Интеллигентность не исключает интеллигентной борьбы. — Интеллигентность не исключает интеллигентной борьбы. На самом деле, конечно, ну, во-первых, не переманивание, ну, как бы это уже когда-то можно было, сейчас уже даже нельзя об этом разговаривать, потому что, в принципе, это уже противозаконно, и, конечно, этого не соблюдается, и люди спокойно ходят, и переманиваются, и так далее. Что, кстати, с одной стороны, хорошо, потому что люди набираются разного опыта, с другой стороны, конечно, очень плохо, потому что в ситуации нехватки персонала очень раздуваются зарплаты. Но, и, конечно, ну, то есть мне кажется, что эти пункты, они хорошо, что тогда были написаны, потому что все-таки на нашем рынке этого меньше, чем на других. Понятно, что все случается, понятно, что разное бывает, но на нашем рынке, мне кажется, что и черного пиара, и, в общем, всего плохого все-таки меньше, чем на других рынках. — Спасибо, это Филипп Генц, совладелицей, президент группы компаний «Ланит». — Спасибо большое, Илья. — Спасибо. — Спасибо. Продолжение следует...